Всем привет! Вы на канале Роботоп. Технологии развиваются очень быстро, и производители мотоциклов тоже стараются идти в ногу со временем. Это десятка невероятных мотоциклов будущего. Начинаем! Вначале хочу показать вам свои достижения в игре с гномами. У меня уже 46 гномов, которые вместе приносят мне 1770 рублей в месяц. Думаю неплохо. Вложения полностью окупаются в течение трех месяцев. Деньги выводятся вообще без проблем. Рекомендую попробовать, ведь первого гнома вы получаете в подарок. Ссылка в описании. Вслед за футуристичными электромобилями от немецкого концерна BMW, дизайнеры представили электромотоцикл будущего под названием Vision Next 100. Управление осуществляется с помощью технологии, названной Flexfine. Он лишен способности передвигаться самостоятельно, однако контролирует действия пилота, исключая любые аварийные ситуации вплоть до опрокидывания. Более того, водителю нет надобности иметь навык балансировки, ведь даже неподвижный мотоцикл способен сохранять вертикальное положение. Поворачивая руль, байкер поворачивает не только вилку, но и всю конструкцию. Чем выше скорость, тем больше усилий в повороте должен прилагать мотоциклист. В движение концепт приводит электромотор, но его мощность пока не называется. Бортовая электроника реализована по принципу дополненной реальности, а для мотоциклиста предлагаются очки с проекционным дисплеем и специальный костюм, который может охлаждаться или нагреваться в зависимости от погоды. Кроме того, костюм вибрирует, когда угол наклона становится опасным. Вслед за производителями автомобилей, компания выпускающая мотоциклы внедряет в свои продукты искусственный интеллект. Одна из самых известных фирм в этой области это Yamaha. Она представила первые подробности своего проекта Мотороид. Это больше чем мотоцикл, а не утверждает, что это новый друг человека. Мотороид сможет узнавать своего владельца и взаимодействовать с ним. Общаться и делать ценные подсказки. Получилось что-то среднее между мотиком и домашним питомцем. Двигатель расположен в заднем колесе, что означает несколько ограниченную мощность. В центральной части шасси, где у традиционного байка расположен двигатель, тут блок аккумуляторных батарей, смещенный вперед и вниз для улучшения централизации массы. Полноразмерные колеса 17 дюймов, и достаточно мощные тормоза. Скорее всего эта Yamaha сможет разгоняться до приличных скоростей, свыше 100 км в час. Компания хочет доставить своим клиентам истинное удовольствие от юзды, которое японцы выражают словом «кэндо», что значит глубокое вдохновение и удовлетворение. Дальше Кувасаки Концепт Джей Хорошо известный некоторым людям по научно-фантастическому фильму «Трон», только немного видоизмененный и перекрашенный из синего, в яркий и сочный зеленый цвет. У мотоцикла полностью отсутствует руль в традиционном виде, вместо этого у Джей имеется пара ручек, прикрепленных по отдельности к каждому из двух передних колес. Именно эти подвижные колеса наиболее интересная часть концепта, позволяющая ему трансформировать свою форму в зависимости от потребностей водителя. Для любителей гонок мотоцикл может предложить спортивный режим, в котором его передние колеса сдвинуты на максимально близкое расстояние и снижена его высота. Второй режим комфортный, в котором передние колеса мотоцикла раздвигаются в стороны на максимальное расстояние, высота мотоцикла увеличивается. Такая трехколесная схема позволяет мотоциклу твердо стоять на поверхности, и обеспечивает ему максимальную маневренность при движении на низких скоростях. К сожалению о двигателе и других характеристиках информации пока нет. Воксан Ватман, новый претендентный титул самого мощного электрического мотоцикла в мире. Все дело в силовой установке мощностью 200 лошадиных сил, которая способна разгонять этого монстра весом 350 кг, до скорости 160 км в час всего за 5,9 секунды, а максимальная скорость составляет 170 км в час. Однако к недостаткам можно отнести бедную литий-ионную батарею, емкостью 12,8 кВт-часов. Вес самой батареи производитель не указывал, однако вероятнее всего он составляет около 100 кг, что равно примерно 30% от массы всего мотоцикла. Производители утверждают, что полностью заряженный Ватман сможет проехать 180 км. Классическая трубчатая рама заменена алюминиевым экзоскелетом, который выполняет роль несущей конструкции, и удерживает батареи двигателя и элементы трансмиссии. В плане стиля, каждый элемент дизайна мотоцикла органично вписан и не выделяется на общем фоне, позволяя наслаждаться видом цельной конструкции. Хонда представила свой новый мотоцикл Райдинг Ассисте. Его фишка в автоматической балансировке, предназначенной для начинающих мотоциклистов. Технология балансировки работает только на очень низких скоростях, а на более высоких, когда необходимо наклонять мотоцикл при поворотах. Автоматическая балансировка больше не нужна, за исключением ситуации когда она может помочь в предотвращении аварий. Система Хонда Райдинг Ассист не применяет традиционные гироскопы, так как их масса довольно внушительная. Вместо этого для балансировки мотоцикла будут использоваться небольшие ролевые движения. Вместо двигателя внутреннего сгорания, этот мотоцикл приводит в движение электродвигатель. Ради снижения центра тяжести, аккумуляторная батарея расположена снизу. На приборной панели будут указаны степень наклона и режимы езды. В целом новый мотоцикл довольно интересный, и я не думаю что он только для новичков. Компания BMW представила собственное видение экологически чистого двухколесного транспорта. Концептуальный скутер для городов будущего, получил имя мото Рэд Концепт Линк. Как заявляет BMW, новинка по сути объединяет реальные цифровые миры, фокусируя внимание на водителя и его потребностях. Рэд Концепт Линк предусматривает использование полностью электрической силовой установки, с плоскими блоками аккумуляторных батарей. Концепт соответствует самым высоким требованиям современной городской мобильности, и отличается быстрым ускорением и легким управлением. Наличие заднего хода упрощает маневрирование и помогает парковаться даже на самых тесных городских улицах. Предусмотрен багажный отсек со специальной дверцей, позволяющей перевозить личные вещи и хранить шлем. Скутер снабжает владельцу всей необходимой информацией во время движения, также хранит в памяти события, отмеченные в календаре водителя, и важные точки на карте. Скорость и указания навигационной системы, а также состояние батареи проецируются на ветровое стекло, непосредственно в поле зрения водителя. Электромотоцикл с уникальной внешностью, Jahhammer G1. Австрийский конструктор Johan Hammerschmidt, вложил в разработку новой модели мотоцикла довольно много сил и умений. Кузов изготовлен из гофрированного полипропилена, слегка напоминающего усеченную капсулу. В народе его уже справедливо крестили арахисом. На сегодняшний день G1 является рекордсменом по километрам на одном полном заряде аккумулятора. Запас пробега новинки достигает 300 километров, а максимальная скорость достигает 120 километров в час. Источник питания можно подзаряжать как от обычной розетки, так и от солнечных батарей. Отличительной особенностью также является отсутствие традиционной приборной панели. Вся необходимая для владельца информация будет проецироваться на зеркала заднего вида. Этот мотоцикл выпускается в двух версиях, за 31 или 35 тысяч долларов, а цена зависит от емкости аккумулятора. Дальше еще один интересный электромотоцикл от Yamaha, PS2. На борту кроме всего прочего, камера заднего отзора и ряд умных ассистентов пилота. Мотоцикл получился угловатым и агрессивным, но как такой дизайн повлияет на управляемость, пока неизвестно. В комплектацию вошел интеллектуальный шлем с технологиями дополненной реальности. Благодаря внедренным инновациям, пилот получает больше информации об окружающей обстановке, включая данные с внешних камер и индикаторов. Одним из нововведений является установка на переднем колесе дополнительного электромотора, а значит это байк с полным приводом. Передняя панель управления производства Sony, выглядит как тачскрин. Любопытный факт. Дабы разжечь интерес покупателей, компания планирует первое время сдавать их в аренду. Разумеется, что главное в списке аренды города Японии. На мотошоу в Германии, славянская компания Акропович, продемонстрировала необычный мотоцикл Full Moon. При всем желании, его нельзя отнести к определенной категории, так как его вид не похож ни на один из концептов мотоциклов созданных до этого. При взгляде со стороны, двигатель кажется крошечным на фоне массивной рамы, но на самом деле полтора литровый мотор маленьким не назовешь. Имя Full Moon мотоцикл получил благодаря огромному переднему колесу 30 дюймов, которое выполнено из композитных материалов и алюминия, а также снабжено сложным тормозным диском. Рама и обвес изготовлены из листовой стали. В задний обтекатель интегрированы целых две выхлопные системы Акропович, что делает дизайн этого мотоцикла довольно оригинальным и необычным. Индийцы тоже предлагают очень интересную концепцию эко-мотоцикла, которую кажется позаимствовали из фантастического фильма. Концепт Hero Ion является ярким примером технологии ближайшего будущего. Не только благодаря электродвигателю, но и различным идеям призванным изменить наше восприятие мотоциклов. Во-первых, поражают полые колеса, которые на самом деле являются электродвигателями, а шины смонтированы непосредственно на магнитных роторах, выполняющих функцию торможения. Электродвигатели питаются блоком литий-воздушных батарей, более эффективных и легких, чем литий-ионные. Кроме того, Hero Ion оснащен системой диапазона расширителя, что позволяет увеличить километраж до 300 километров. Ускорение до 100 за 5 секунд, максимальная скорость 160. Это не самые высокие показатели для суперспортбайка, но они отвечают требованиям эко-мотоцикла, предназначенного для повседневного пользования. Если понравился какой-нибудь из этих байков, жми на лайк. Также не забудь попробовать игру с гномами, получи малыша в подарок и сразу начинай зарабатывать, ссылка в описании. Спасибо всем, кто досмотрел до конца, до встречи! Субтитры подогнал «Симон»!